Да нет, Диман может отсюда там снять звук. Можешь лодку снять. Не, мы можем лодку туда толкнуть. Просто. Видно? Угу. Квинтрекс видно? Да. Добрый день, уважаемые друзья, рыбаки, охотники и просто любители активного отдыха на воде. С вами Ботхаус ТВ, мастерская Баркас 54, я Тимур. Квинтрекс Топендер, мы уже один раз снимали, в самом начале про него видео, оно есть на ютюбе, красного цвета был Топендер. Немножко другие задачи, даже, наверное, в корне другие задачи стояли с тем Топендером. С этим все по-другому, с Квинтрексом. Значит, сразу хочу на старте сказать. Значит, лодка долго стояла под открытым небом. Почему об этом говорю? Ну, во-первых, потому что полностью меняли все паёво, палубу носовую, центральную и кормовую, то есть кокпит и кормовую. Потому что, какая бы она ни была, ламинированная фанера, но носовая палуба и кормовая были обтянуты синтеком. И от того, что все это было постоянно под водой и не проветривалось, и в сырости, соответственно, все это раскисло и расквасилось. Пришлось это все менять. То есть я еще почему это говорю? Потому что человек... Вот на сегодняшний день очень многие люди первый раз покупают свои лодки. У каждого бюджет свой. Свою первую алюминиевую лодку. Кто-то покупает Бестер, кто-то покупает 390 Тактику. Кто-то по самому бюджету покупает лодку Квинтрекс. Хорошая лодка, мощная, но немножко изменилось качество швов. Швы были поинтереснее. Но вот на сегодняшний день как-то похуже они стали. Но суть не в этом. Суть в том, что мне уже написали, что вот я бы переделал консоль. Ребят, понятно, что если мы говорим сейчас о бюджете, там не знаю, 300+, то да, можно тут все попереварить, перерезать и сделать какую-то другую финдиперстую консоль. Нет. Человек, естественно, идет по приоритетам, во-первых. Во-вторых, ну капитан лодки. И во-вторых, когда у него первая лодка алюминиевая, он, естественно, как и мы все, наверное, получаем и черпаем свою информацию с интернета, с ютюба. Человек, то, что он начитался и то, что он считает правильным для себя на данный момент времени, он и говорит, ребят, давайте вот это сделаем, только сделайте хорошо, как вы умеете. Хорошо, команда Баркас 54 без проблем. Мы относимся ответственно к своей работе, мы несем за нее ответственность. Действительно, это так и есть. Но есть вещи, которые, на мой взгляд, иногда несуразны. Ну, об этом чуть позже. А на данный момент, на данный момент, наверное, начнем с прицепа. Потому что прицеп Вектор, питерский, все как всегда. Стояла лодка на роликах, капитан будет катать ее и в Астраха, и на Рыбинку, и везде. Живет он в Москве. То есть, получается, что будет накат на днище лодки. Поэтому, в любом случае, нужно все это переделывать под ложемент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, то, что касается прицепа, как я и сказал, прицеп Вектор переделали под ложементы. В этот раз мы, ну, мы совершенствуемся, это уже, по-моему, четвертый прицеп Вектор, который мы переделываем. Вот. Мы оставили регулировку, которую делает Вектор. Вот. И сделали вот такие усиленные подставки, подложементы. То есть, он теперь и регулируется, ну, так, как он с завода и шел. Все стандартные фонари мы поменяли на светодиодные. Плюс к этому ко всему поставили катафоты светоотражающие. То есть, спереди белые, белые огни также диодные поставили. Ну, и по всему прицепу поставили, как и должны быть, светоотражающие огни. Плюс поменяли розетку. Розетку, фал. Ну, это уже, как бы, дополнение к тому, что эта лодка стояла долгое на этом прицепе. И что-то пришло, ну, уже в такую негодность, скажем так. Имеет в легкий вид, скажем. Вот. То, что касается номера на прицепе Вектор, он располагается вот на данном уровне. То есть, вот здесь мы его перенесли и сделали, как, в принципе, на всех прицепах, на усиленной резинке, на армированный лист резины и вот так. То есть, если кому-то кажется, что это не высоко, я вам скажу, что на данный момент этот номер висит выше даже, чем у прицепа Курганского. И у МЗСА выше, чем у них. Вот. Потому что мы специально заберяли, смотрели, потому что вопросы все равно будут, и чтобы мы могли ответить. Ну, с прицепом, наверное, закончим. Ну, а теперь о лодке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 мерк четырехтактный ну вот купил аналоговую машинку контроля поэтому конечно наверно можно было бы еще что-то сделать и еще что-то обновить улучшить но все зависит от финансов и приоритет значит единственно что он прям попросил и такой есть у printrex это задняя спинка которая скачет на волне она просто выпрыгивает потому что там две таких петли было вот одну петлю мы сверху заварили пластинкой а в другую мы вставили вот такой шплинт шплинт шариком то есть этим у нас получается и она сейчас и поднимается как было ну и также можно ее достать и убрать получить доступ к помпе кормовой трюмной помпе к аккумулятору разрыватель массы сепаратор здесь поставили стаканы под спиннинги вот таким вот образом сейчас все это вставляется и поставили шплинт зашплинтовали все теперь она никуда не денется стоит плотно и маленький плюс еще что до разрывателя массы можно добраться через диван то есть совсем не обязательно снимать эту лавку то есть сделали пластинку подставку под нее подкладку чтобы можно было без проблем добраться до массы не снимая дивана так ну здесь вот платуночки еще крепления но и ну вот дополнительный мотор который honda висит приобрели подвесной траниц дополнительный траниц и установили ну и установили основной мотор сделали т.о. 2 и 3 honda поменяли масло в двигателе поменяли масло в редукторе как будто ни было моторы нужно обслуживать нужно обслуживать каждый год каждый год менять масло в редукторе, но я бы и в моторе менял каждый год, но опять же, каждый по-своему к этому относится, просто то, что зачастую приходит, вот с этого мотора масло слили, естественно, для транспортировки с двигателя в редукторе, масло осталось, слили, чернющее масло, у меня такое ощущение, что просто с момента обкатки его никто и не менял, то есть пришлось смыть, промыть полностью редуктор и заменить масло, то же самое было с этим мотором, было горелое масло в самом двигателе, также все это пришлось поменять, ну а как, нужно обслуживать моторы, значит, что еще, вот эту пластину, ну иногда капитаны делают какие-то свои вещи индивидуальные, они говорят, ребята, вот это трогать не надо, это я сам сделал, вот, вот эту пластину сделал сам капитан, вот, поэтому как бы мы ее не трогали, она вот как осталась, я бы, конечно, сделал немножко по-другому, просто подварили бы ее и не ставили бы на заклепки, потому что в любом случае здесь вода близко, всегда агрессивные вытяжные заклепки долго не проживут, ну да ладно, опять же, капитан сделал, сам приложил руки, молодец, замечательно, установили подпор ноги, с работами по этой лодке команда закончила, команда Барказ 54 закончила, вот, капитан доволен, единственный момент, хотел озвучить, что сейчас шьем тент ходовой и транспортировочный, потом обязательно покажем, когда лодка будет с ходовым тентом и транспортировочным, сейчас у нас пятница вечер, в понедельник у нас мастер будет обмерять, ну и будет пошив тента, пошив тента, тент транспортировочный будет тоже достаточно сложный, из-за якоря в фаре, то есть все это будет, будут шиться тенты, чехлы на моторы, тоже отдельно будут два чехла на моторы и отдельно транспортировочный ходовой тент на саму лодку, так что обязательно выложим, обязательно покажем вам, ну, в принципе, наверное, наверное, и все, вот, звоните, пишите, задавайте вопросы, всегда вам рады, с вами был я, Тимур, команда Барказ 54.